6 сентября грохочет гром не уж то пойдет гроза асфальт сухой это интересно не знаю слышите ли вы так вот кто-то идет под зонтом но остальные без зонтов интересно ого я сверкнула сейчас будет гром а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дорогие друзья, я-то обещала вам показать свой... Так, рассказать, как этот пирог, сметанник, каков. Начинка хорошая, отличная. Он свежий, он же сегодняшним числом выпущенный. И срок у него до 11-го, кажется. Ну, на тесте сэкономили. Тесто здесь, я так полагаю, должно быть сдобное. А здесь сдобы мало, оно жесткое, еле прокусывается. Помимо того, что оно не очень вкусное, из-за того, что в него ничего не добавили лишнего. Ну, мало добавили. Может быть, масло там и есть. Ну, в общем, тесто очень такое самое простое. Почти что без соли, без сахара и без масла. Так, я съела уже такой горячий бутербродик с колбаской. Сейчас съем с помидорами и с сыром. Чай. Помидорки, но помидорки я не ела. Еще я съела персик. Друзья, мои привет. Хочется ругаться. Нецензурной бранью. У меня... Нет, это тоже безобразие, но я не по этому поводу. Клавиатура меня, надо мной издевается. Ну, у меня клавиатура на моем ноутбуке совсем не работает. Я работаю на экранной клавиатуре. Потом у меня есть приложение, пункт свитчер, который сам переключает раскладку. Но он, видимо, работает только с физической клавиатурой. С этой, с экранной, он как-то вообще не может стыковаться. То есть он вообще не имеет никакого значения. Я так привыкла к пункту свитчера, что я не понимаю, как нужно... Я забыла, какое сочетание клавиш переключает клавиатуру. И потом, все равно же, не факт, что от экранной клавиатуры это сочетание клавиш сработает. Короче, в общем, если я смотрю видео с ноутбука или редактирую видео, оптимизирую, ставлю там всякие аннотации... Она меня не слушается, она раскладку переключает... Транслит... Ой, транслитерирует, нет, это, по-моему, не то... Раскладку с русского на английский переключает. Когда ей вздумается... Ну, в общем, когда я переключаю, захожу, выставляю русский, она все равно мне упорно дает английский. Теперь я, когда делаю аннотацию подписаться, мне приходится писать сабскрайб. Выписываю теги, они тоже идут все на английском. Но я-то работаю на русскоязычную аудиторию. Мне, в общем-то, сильно-то англизировать не надо. Короче, я ругаюсь. Вообще, когда меня не слушается, когда он тормозит, я очень сильно ругаюсь, надо сказать, нехорошими словами. Так, ну ладно, пора, наверное, бросать это дело. Я наснимала кучу видео. Дело в том, что завтра у меня уже интернета не будет. Ну, если будет, то очень-очень тормозной. У меня и сейчас очень тормозной. Вот. А после 10-го числа все, я уже свою флешку отдаю. Ну, поскольку я отказалась от услуг Казахтелекома, компания, которая телефон и интернет мне давала, теперь у меня интернета нету. А поскольку я собираюсь уезжать, я вообще не собираюсь подключаться к интернету. И поэтому у меня последние деньки. Я наснимала кучу видео, теперь никак не могу приоритетность расставить, что раньше поставить в расписании. В общем, когда я буду в пути, я надеюсь, ну или даже если я еще не буду в пути, у меня видео все равно будут выходить ежедневно. Вообще говорят, что ежедневно видео – это плохо. Это не очень хорошо. Так говорят специалисты. Но некоторые практики говорят, что нужно видео каждый день. Вот Ликей, например, я услышала в видео Сергея Симонова, что он сказал, и главный секрет его успеха – видео каждый день. Это ТОП-5, ДАЙ-5, кажется, так по-русски называется. А на английском – ник, в общем, ДАЙ-5. Забыла. Короче, Ликей. Классный канал я всегда смотрю. И всегда смотрю, там уже вот я не успела включить, уже миллион просмотров. Нет, ну, конечно, не до такой степени. Ну, да, в общем, миллионы они спокойно набирают. Вот. Так что принцип видео каждый день, он тоже, в общем-то, имеет место быть. Работает. Ладно. В общем, не знаю, что... Ну, поскольку я сейчас делаю наряды бабьего лета, я думаю, что я, наверное, все до этого очередь, которая была, сдвину. Ну, цены, мониторинг цен, он тоже актуален. В общем, как-то я подумаю, как сделать. А куда мне вообще влоги вставлять, я уже не представляю. Завтра... Нет, сегодня, наверное, придется влог смонтировать и вставить его вне очереди. Но завтра пятница – это тоже не актуально. В общем, такие у нас у блогеров заморочек. Дорогие друзья, снова еда в кадре. Это мой завтрак сегодняшний. Так, ничего сладкого нету, кажется. Наверное, придется сегодня в пятницу завершить влог, потому что у меня закончится интернет сегодня. Поэтому до встречи. Надеюсь, она произойдет скоро. Просто я еще не решила, что делать мне с интернетом. Вот. Поэтому всем пока. Видео запланированы, публикации вы будете видеть до 16-го на сегодняшний день. По-моему, я еще парочку успею сделать. Так что плюс 18-е. Я надеюсь, до моего приезда в Улан-Удэ, если ничего... Я билеты еще не купила в Улан-Удэ, поэтому говорю ориентировочно. Наверное, вам хватит видео моих каждый день. Это даже слишком часто. Ну, вот, как получилось. Было вдохновение, наснимала кучу видео. Было вдохновение, время, все сложилось, все обстоятельства. Так, сейчас я не пью арифлеймерский, потому что не покупала еще. Пью вот такие витамины. Вот. Так что пока-пока, дорогие мои. До скорей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok